ну вот и пришло время третьего теста самого экстремального в чем экстрим спросите вы я вам отвечу именно в этом месте полгода назад чуть не погиб мой первый дрон хабсан зина 2 плюс чем же так примечательно это место давайте осмотрим это колодец вокруг высотное здание 9 10 этажей и больше это первый момент торговый центр который напичкан всякой электроникой электротехническим оборудованием и создает огромное количество помех офисное здание на котором прямо наверху стоит сота соседнее здание с огромным количеством антенн кстати если вы знаете что это за антенны напишите в комментариях потому что я голову ломаю уже который раз над этим вопросом куча проводов паутина паутина которую не пробить и вон та высотка на которой напихано огромное количество сот на вскидку раз два три 4 5 6 вот в именно в этом месте полгода назад я запускал absan zina 2 плюс и что с ним случилось вы можете посмотреть по ссылке подсказки по этому поводу я тоже снял ролик если будет интересно можете оставить свои комментарии на этот счет а сейчас мы проверим сможет ли наш хваленый аутеля v2 pro выжить в этом месте и совершить нормальный полет ну и также посмотрим какая будет дальность этого полета в таких условиях ограниченной видимости для его антен погнали а и и Субтитры подогнал «Симон» 680 метров и дрон потерял связь с пультом и видеолинк. Остается ждать, вернется ли он сейчас на место. Может быть, может быть, где-нибудь здесь. Ну, я его не вижу на пульте сейчас вообще. Сука, он встал колом. Давай-ка назад. А, управление работает. Ага. Управление работает еще. А видеолинк пропал был. Нормально. Возвращаемся. В прошлый раз мой машин потерялся и полетел в усвоясь. Этот нормальный, да? Этот нормальный. Я здесь запустил и все. Мой Хабсан Зина 2+, при попытке вернуть его на эту площадку, начинал унитазить. И садить его пришлось в стороне за торговым центром, где он нормально реагировал на управление. А что же Аутель? Эво 2 Pro ведет себя вполне адекватно. Давайте посмотрим, окажет ли на него какое-то влияние сотовая вышка. Управление стабильное. Никаких глюков не наблюдается. Посмотрим, как он поведет себя в режиме автоматического облета Smart Orbit. Инициализация прошла успешно. Все ровно, без каких-либо отклонений от нормы. А где же отпугивать ледронов? Может это неправильная Ацота? Давайте слетаем и посмотрим на остальные. Субтитры сделал DimaTorzok Их реально много. А поведение дрона абсолютно стабильное. Получается, что никакого влияния на управление и его траекторию полета данные источники радиосигнала не оказывают? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наш экстремальный тест, к счастью, можно сказать, благополучно, все-таки Аутель рулит. Ну что же, короче, несмотря ни на какие антенны, Аутель показал себя в лучшем виде, можно сказать, красавчик с большой буквы. Облетел все сотовые подстанции, все провода, никаких наводок, никаких калибровок, ничего не надо. Поставил, запустил и полетел. Короче, если мои тесты были не напрасны и вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Поехали! И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok